Настойчивость Минтранса в обжаловании решения по Яндекс.Такси они объясняют невозможностью пока обеспечить контроль выполнения нового закона и желанием продемонстрировать агрегаторам серьёзность намерений по надзору за их работой в будущем. Однако суд пояснил, что Министерство появления новых обстоятельств обосновало недостаточно. Минтранскрая инициировал судебные процессы в отношении всех семи агрегаторов такси, которые работают на Кубани. Ведомство пыталось признать их деятельность незаконной и требовало запретить, поскольку компании по факту диспетчерские службы перевозчиков, которые передают заявки не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров лицам. В результате суд признал деятельность всех агрегаторов, кроме Яндекс.Такси, незаконной, сообщает коммерсант.